Я всё открыл, тебя впустил, я знал, что сердце бьётся. Великолепно, это просто шедевр. Всем привет, дорогие друзья, и в сегодняшнем видеоролике я покажу вам, как записать хор в одиночку. Поехали. В пример я покажу вам свой проект, мой любимый проект, один из немногих проектов, над которыми я очень сильно постарался, в который я прям вложил всю свою душу, это мой кавер на трек группы Нормандии «Believe». Здесь вы можете услышать просто отлично смикшированный, прям продуманный, качественный хор. Как я этого добился? Всё очень просто. Самое главное, что нужно понять, что эффект хора, эффект толпы не делается при помощи каких-то сторонних плагинов. Я не спорю, многие сейчас звукари в комментариях могут это опровергнув, сказав то, что есть плагины, которые из одной дорожки делают хор, но я считаю, что по-настоящему хороший хор, это когда ты делаешь очень много дорожек, записанных параллельно, которые поют в унисон, и именно это создаёт эффект настоящего живого хора. И сейчас я покажу, как же его добиться, как создать тот самый хор, который всех так цепляет. Меня он очень тоже цепляет, я очень люблю хор в различных треках, особенно вот в этом треке этот хор меня прям зацепил, и для меня было на самом деле очень сложно впервые сделать такой эффект, потому что до записи этого трека я вообще даже понятия не имел, как создать такой эффект. Я перешарил кучу туториалов, перешарил кучу различных гайдов, кучу видеороликов, но в конце концов всё-таки осознание ко мне пришло, потому что было пару роликов, где люди делали хороший хор, хороший эффект толпы, благодаря тому, что записывали просто много дорожек. Итак, смотрим. Вот, собственно говоря, дорожки. Они подписаны хор, копия хора. Почему копия? Потому что у всех дорожек одинаковая обработка. Давайте залезем. Всё. Вы можете обратить внимание, что здесь нету ничего лишнего. Здесь просто идёт двойная компрессия и эквалайзер. Эквалайзер тоже никакой не навороченный. ProQ2. Срезаны немножко нижние частоты. Срезан вот этот вот бубнёж мой, который постоянно у меня лезет на 199 частоте. И также срезаны высокие частоты. И поднятые верха мои любимые 6000 для придания воздуха, для придания такой, знаете, лёгкости и светлости голосу. Более, чтобы голос стал таким, знаете, читаемым и мягко приятным. Я, ну, вот так это называю, потому что когда поднимаешь эти высокие частоты, он прям становится таким своего рода воздушным. Так вот, дальше у нас идёт KLL vocal stereo, мой любимый плагин. Здесь у меня компрессия в максимальной настройке, roof, но не очень сильная. Чуть-чуть добавлены низкие частоты в слабеньком режиме. И также есть pitch, то есть панорама по ушам. Самое важное, как можно это сделать, как можно добиться такого эффекта хора, это то, что нужно заставить все голоса звучать так, как будто вы находитесь в зале. То есть, что я под этим подразумеваю? Я подразумеваю под этим то, что все голоса должны звучать как будто в левом ухе, в правом и по центру. То есть, у вас должно создаваться ощущение, что перед вами стоит толпа. И что эта толпа находится как слева, так и справа, так и по центру. Так вот, именно благодаря вот этому эффекту, благодаря вот этому pitch, который я задрал на самый верх, вот в этом режиме white, я этого и добился. Я не спорю, можно добиться просто красивой панорамы, то есть, вот в этом режиме поводить влево-вправо. Но я решил использовать вот такой вот режим, потому что мне просто нравится сам характер звучания. Мне нравится, как звучит этот плагин, мне нравится, как он обрабатывает в этом режиме звук, его окраска. Поэтому я всегда, если мне нужны какие-то бэки, потому что все-таки настройка вот в таком вот режиме, когда ты сам руками настраиваешь левый-правый канал, она более тонкая, вот. И из-за этого, когда ты записываешь кучу разных дорожек, все-таки человек не может быть прям идеальным, и все дорожки, они в любом случае будут спеты по-разному. Поэтому это может создать такое ощущение того, что у тебя в левом и в правом ухе эти дорожки звучат как-то по-разному. Просто банально, из-за громкости, из-за какой-то динамики разной. А когда ты накидываешь вот этот плагин, да, то в принципе, как бы ты ни записал, но в этом режиме вся, весь звук, вся картина звука, она приобретает какую-то общую окраску, и звук становится плюс-минус везде одинаковым. И он сливается воедино, потому что идет одинаковая обработка, и получается хороший, сочный, приятный хор. Также не стоит забывать о том, что стоит отрегулировать громкость хора. То есть, смотрите, у меня какая здесь фишка. У меня здесь есть основная дорожка, на которой висит в конце замыкающий плагин. На этом плагине у меня также висит компрессия, но она не сильная, потому что хор все-таки не должен быть слишком сильно передавленным, он должен быть немного более таким, знаете, мягким, да, потому что все-таки нужно создать эффект того, что человек находится далеко, а если мы будем увеличивать компрессию, то хор начнет приближаться. Но также не стоит забывать про реверберацию. Так вот здесь она играет прям очень важную роль. Обратите внимание, как я ее тут настроил. 4,5, я считаю этого достаточно, и, внимание, здесь реверберация висит на одной дорожке. Вот на этой дорожке первая дорожка, это основная дорожка, это первый дубль, под который я уже записывал все остальные дорожки. Здесь их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь дорожек. Почему дальше нету вот этой дорожки, я вам объясню. Итак, смотрите. То есть у нас есть одна дорожка, на которой висит реверберация. Что это значит? Что эта дорожка, она создает эффект объема, она создает пространство, она создает ту самую комнату, сцену, назвайте как хотите, из-за которой возникает эффект того, что здесь поет много людей. И учитывая то, что я пел это один, у меня в любом случае получилось создать эффект того, что я записывал это не один. Как будто я позвал еще вот семь человек с похожим голосом на мой, да? То есть просто позвал людей, у которых голос похож на мой, и заставил их пропеть вот эту фразу. И по факту, по факту, то есть как я этого добился? На самом деле все очень просто. Просто спел одинаково фразу, попытался ее максимально повторить, как она была записана изначально. Вот и все. В любом случае, как бы, как это происходило? То есть я прям брал и записал, спел. И вот как оно записалось, я это прям не переписывал, я вот так и оставил. То есть нужно, конечно, потренироваться перед этим, распеться и постараться записать максимально идентично вот этой первой дорожке, которая вот у нас называется хор. И все, я записал, получается, все вот эти дорожки. Также прошу обратить ваше внимание на то, обратите, как они ровно записаны. Да, не спорю, есть небольшие расхождения, но они допустимы, потому что именно из-за этих расхождений создается эффект хора, создается эффект толпы. То есть, конечно, можно было и самому это все выровнять, можно было ножницами порезать, все подвигать, но я считаю, что это уже будет не хор, это уже будет какой-то робот. Поэтому все-таки я спел просто все партии максимально одинаково, максимально идентично, чтобы они по ритму совпадали, по динамике, по эмоциям. И в любом случае, какая-никакая разница, но она есть. То есть, одинаково ты в любом случае не споешь. Давайте послушаем, как же это все звучит. И перейдем уже к тому вопросу о том, почему здесь у меня есть дорожка, а там ее нету. Я все открыл, тебя впустил, я знал, что сердце бьется. Великолепно, это просто шедевр. Итак, смотрите, дальше у нас пропадает основная дорожка. Почему? Потому что здесь у нас идет партия, партия крика, очень громкая партия, которая является основным голосом. И изначально я думал, что вот эту дорожку надо оставить, но, как оказалось, нет. Если я оставлю вот эту дорожку, она будет забивать, во-первых, она будет забивать инструментал, а во-вторых, она будет забивать основной голос. Я этого ни в коем случае не хотел допустить, поэтому я просто понял то, что здесь мне уже эффект реверберации не нужен, потому что мой хор, он уже сливается с минусом. Хор, который я записывал для вот этого момента, он меня полностью устраивает. Дальше на передний план выходит основной голос, который кричит, который очень громкий. И чтобы его не забивать, я просто убрал вот эту основную дорожку, чтобы вот этим эффектом толпы, вот этим эффектом комнаты, эффектом сцены, не забить ее. Потому что, ну, опять же, если бы я его оставил, все бы превратилось просто в кашу. Давайте послушаем, как это звучит, и вы поймете, почему я его убрал, потому что вместе они звучат очень гармонично, очень круто, и при этом не забивают друг друга. Самое главное при этом, чтобы хор оставался хором, но при этом не мешал нашему главному голосу. Давайте послушаем. Я также включу все эффекты, вот. Могу даже вам их показать. То есть здесь вот точно такая же настройка эквалайзера, потому что все, проект один и тот же, голоса должны звучать одинаково, идентично. Но здесь, конечно, компрессия, она выкручена, но не в самом мощном режиме. То есть такая средняя компрессия, но настройки у нее максимальные, да. Не обращайте внимания на вот этот изотопозон. Это было очень давно, потому что вы можете зайти на мой канал и увидеть, насколько уже довольно-таки старым является этот кавер. Когда-то я пользовался изотопом Озоном 5, но в один момент у меня полетел жесткий диск, и изотоп Озон с того момента я как-то перестал использовать. Плагин, конечно, очень хороший. Там есть много полезных вещей, много полезных функций, но, знаете, да и без него как-то легко сводится. Могу просто буквально на двух плагинах треки сводить и не париться. Давайте послушаем, как это звучит и как это выглядит. Ну вот. То есть, собственно, эффект хора получен. Ничто друг друга не забивает, никакой лишней каши нет. Все потому, что я просто убрал вот эту дорожку. Так что я надеюсь, я помог тем людям, которые пытаются записать хор, у кого не получается записать хор. Как видите, в этом ничего сложного нету. Нужно просто записать много дорожек. Ну вот в моем случае я всегда стараюсь где-то вот такое количество дорожек делать. 7-8 дорожек. Старайтесь, чтобы они у вас были, главное, синхронные. Главное, чтобы они по эмоциям совпадали. Но не старайтесь слишком сильно их выравнивать, выравнивать, потому что если вы будете их выравнивать, это убьет живость, это превратит ваш голос просто в голос робота. А это нам не надо. Все-таки, когда мы слушаем музыку, мы хотим насладиться пением живых людей, а не роботов. Хотя, конечно, есть исключения, да, когда это имеет смысл, там, автотюн накинуть или добавить какое-нибудь космическое звучание, не знаю, призвать Дарта Вейдера, вот, или еще кого-либо. Но в этом случае, как видите, я ничего не трогал, я просто спел все под основную дорожку и потом оставил все как есть. Вот, так что пользуйтесь, записывайте красивый хор. Вы должны понимать, что даже если вы пишете хор в одиночку, то создать эффект хора не составляет труда. Да, главное все сделать красиво, эмоционально, вложить душу и не бояться. Всего доброго. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. Я на все комментарии отвечу, прочитаю. Если вы хотите еще что-нибудь интересное про хор или про запись вот этого трека или про какие-то, может быть, фишки из этого момента, да, из вот этого трека узнать, то оставляйте в комментарии, запишу ролик, я рад буду вам помочь. Чем смогу, как говорится, помогу. Всего всем доброго, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok